теперь давайте зарегистрируемся на гитхабе потому что нам понадобится аккаунт для того чтобы публиковать там свой код также в поисковике пишем github находим официальный сайт github.com переходим на него и нам нужно зарегистрироваться что такое github если вкратце github это что-то вроде облачного хранилища где вы можете публиковать свой код и все изменения которые будут там отслеживаться с помощью github будут видны также и на github и вы сможете свой код держать здесь удаленно и в любой момент скачать его себе на компьютер другие разработчики также смогут его скачать и вы сможете работать в команде для этого и нужен нам github нажимаем здесь sign up чтобы зарегистрироваться нам нужно ввести наш email то есть электронную почту для этого я сейчас создам новую почту и заодно вам покажу если вдруг у вас также нету адреса электронной почты вы также можете создать например я зашел на mail.ru нажал создать почту и появляется вот здесь такая вот регистрация я указываю все что необходимо придумывал имя почтового ящика которая не занята устанавливаю пароль вот здесь вместо номера телефона можно указать резервную почту если она у вас есть если вы в первый раз регистрируетесь то можете указать свой номер телефона важно запомнить имя почтового ящика вместе с вот этим дополнением она здесь может быть как вы видите разное собака mail.ru bk.ru inbox и так далее вам нужно это запомнить а лучше записать где-то и также свой пароль также необходимо записать и никому не сообщать а знать только самим поэтому здесь всю информацию указываем запоминаем ее и записываем и нажимаем создать здесь вводим captcha нажимаем продолжить и у нас создан почтовый ящик вот здесь мы можем справа вверху посмотреть его название можем его сразу же скопировать и теперь нам сюда могут приходить различные письма переходим снова на регистрацию на гитхабе указываем здесь этот адрес который мы только что скопировали нажимаем продолжить придумываем пароль как вы видите здесь указывается сила вашего пароля то есть насколько он надежный здесь лучше указывать и цифры и символы на латинице большими маленькими а также какие-нибудь специальные символы например восклицательный знак доллар решетка и также всю эту информацию лучше записать то есть создайте себе где-то блокнот или же на бумаге но так чтобы не потерять даже если вы думаете что запомните на всякий случай лишним не будет подстраховаться и там укажите все данные от вашей почты которую вы зарегистрировали и все данные от гитхаб аккаунта нажимаем продолжить как вы видите сейчас меня не пропускает дальше нужно указать пароль более сложный если в поисковике написать генератор паролей и перейти на любой то можно здесь указать например длину 15 и указать вот такие вот символы нажмем сгенерировать и здесь выдаются различные пароли такой пароль трудно запомнить поэтому записать его нужно обязательно выберите любой из генерированных паролей и после этого когда вы его скопируете вы можете его вставить здесь я выбрал один из предложенных мне паролей вставляю его вы видите что такой пароль действительно надежный нажимаем продолжить теперь нас пропускает далее я здесь укажу юзернейм то есть имя пользователя такое же как у меня было на почте но это не обязательно делать но тем не менее так будет намного легче запомнить и нажимаю продолжить данную галочку можно не отмечать если хотите можете ее выбрать и тогда вам будут приходить письма на почту где будет сообщаться какая-то важная информация о гитхабе новости и прочая полезная информация поэтому здесь можете отметить на свое усмотрение я ее не буду выбирать чтобы мне на почту не прилетало миллион писем от гитхаба и нажму продолжить теперь нас просят верифицировать наш аккаунт то есть решить какую-то простую задачку довольно интересный челлендж для нас здесь подготовили возможно он также в будущем изменится данное окно регистрации но сейчас на момент записи видео она устроена именно таким образом все эти проверки были выполнены и теперь нажимаем создать аккаунт нам на почту отправили код нам нужно его здесь указать вот здесь окно сохранения пароля можно сохранить в браузере а можно не сохранять по вашему усмотрению но на почту нам пришло письмо от гитхаба и вот здесь мы видим вот этот код который вы должны скопировать и ввести вот сюда здесь нас просят ввести какие-то данные о нас вы можете указать сколько человек в команде будет работать или только вы я например укажу только я вы же можете указать любое количество это в принципе не сильно на что-то влияет но какая-то базовая информация о вас просто чтобы были эти данные здесь вы можете указать кто вы студент учитель или же ничего не указывать и нажать продолжить здесь также нажмем продолжить ничего выбирать не будем тарифный план выберем бесплатный подробнее вы можете ознакомиться здесь с тем что доступно вам в бесплатной версии на гитхабе и нажмем продолжить бесплатно и вот сейчас вы уже зарегистрировались на гитхабе и можно приступать к работе с ним что вы хотите есть что у вас есть и и и